В этом видео я разыгрываю 20 долларов, 10 долларов получит человек, кто правильно первый напишет количество вот таких вот значков и 10 долларов получит человек, у кого у первого продержится комментарий без единого лайка, но будут считаться только осмысленные комментарии по теме видео. Я не знаю, что со мной сегодня такое происходит, но я снимаю уже третье видео, то есть я сегодня рассказывала о своих сделках на Форексе за прошлую неделю, я сегодня снимала видео, как пытаюсь заработать на бинарках на машину, не знаю, вышло у меня сейчас это видео на канале или нет, потому что я пока не составила плана, я не была готова вообще, что я буду записывать что-то. И сейчас я вам хочу снять видео, как стабильно зарабатывать на бинарных опционах. Я вас ни в коем случае не призываю там торговать, регистрироваться на каком-то сайте, я даже не буду оставлять ссылку на данного брокера, где я сейчас буду торговать, принимайте сами решения. Раньше всегда советовала, раньше всегда делилась, блин, делайте так, делайте так, у меня так получается. Не получила много хейта, поэтому в это я не лезу, я вам расскажу лишь о стратегии, лишь о концепции, которую вы можете применить практически на любого брокера. И опять же, я вас не призываю торговать на бинарных опционах, я вообще вас не призываю торговать, я просто показываю, как надо торговать, если вы этого хотите. Блин, прикольно, кстати. Смотрите, тупо ради прикола сейчас, это даже не по стратегии, это ничего. Я сегодня просто так уже торговала. Сейчас, подождите. Ладно, все, сейчас последнюю сделочку и все. Нормально. Это я так просто играюсь. В общем, смотрите, если вы действительно хотите зарабатывать на бинарных опционах, первое, что вам стоит учесть, что ваша основа это будет всегда, прям в 100% случаев, мани-менеджмент. Большинство людей сливаются из-за своего кривого мани-менеджмента. В данном случае я вам расскажу про стратегию, где иногда вам будет больно, иногда вам будет неприятно, но, тем не менее, это жизнь, это рынок. Первое, что я как раз хочу сказать, что вы должны доходить не более, чем до третьей ступени. То есть, если вы открываетесь по мартенгейлу, если вы повышаете там свою ставку, так ее назову, то в этом случае вы должны повышать не больше, чем три ступени. Вот, например, я открываюсь на 20 долларов, если заходит в минус, я открываюсь на 40, если 40 заходит в минус, я открываюсь на 80, и в случае, если 80 заходит в минус, а это как раз третья ступень по мартенгейлу, тогда я возвращаюсь обратно к 20, то есть обратно к первой ступени. Да, как бы, чтобы отбить это, надо потратить время, чтобы там вернуться к своему первоначальному депозиту, в этом случае, если вы сходу словили три минуса, нужно потратить время, но, поверьте, оно того стоит, потому что, в принципе, у вас минимальное время экспирации, там, возьмем минуту, возьмем, не будем брать эти 5-секундные сделки, просто возьмем то, что, блин, минута, 5 минут, это не такие длинные, это не такие какие-то время затратные сделки, и, по сути, вы за три часа торговли их можете совершить сотню. Как раз, если вы будете придерживаться правила не повышать выше третьей ступени, вы все равно рано или поздно разгоните свой депозит. Статистика у меня такая, что, в принципе, в день двух часов торговли вам достаточно для того, чтобы нормально зарабатывать. Ну, в плане нормальной я сейчас говорю просто о среднестатистической какой-то зарплате, там, 60-80 тысяч рублей в месяц. Далее, сумма вашей сделки не должна превышать 5% от вашего депозита. Даже 5% вы можете открывать только на какие-то мегаверниковые ситуации, если вы видите прям четчеший горизонтальный там уровень, когда вы 100% знаете, что цена пойдет в вашу сторону, вы открываетесь максимум на 5%. Так я вам рекомендую брать процента 2-3. Вы должны понимать, что вот депозит, например, я начинала с 1000. Я, кстати, уже два раза пыталась снять видео про правильную торговлю, и у меня получалось там до 1800 дойти, там до 1500, и вот спустилась там до 1200 в таком формате. Но у меня там не получилось правильной торговли, у меня там получилось вот это агрессивное, когда я повышаю, когда я иду дальше третьей ступени, я даже не стала такое выкладывать, потому что моя цель до вас донести, что будет безрисковым. Давайте будем честны друг перед другом. Все эти разгоны, это, конечно, круто, классно, интересно, и вы действительно можете бешено просто разогнать свой депозит, но это единоразовая акция. Если мы говорим о постоянном доходе, о постоянной прибыли, то мы должны придерживаться какой-то системы и стратегии. В данном случае, блин, я, кстати, здесь мне так хочется на повышение открыться, мне вот кажется, что прям цена поджимается, но не буду этого делать, потому что открою в случае, если не зайдет в плюс. И вот даже когда вы открываете сделки, вы просто можете вот так сидеть и наблюдать за каждым микродвижением, можете взять таймфрейм поменьше. Как же цена себя ведет? Вот здесь мне реально кажется, что цена сейчас пойдет пробивать данную зону сопротивления. Мне прям это кажется, и у меня, кстати, чуйка очень даже неплохо работает. Но, в принципе, есть шанс, что будет какой-то сейчас спуск. У нас осталась еще минута до конца сделки, и, в принципе, с учетом там... Парам-пам. Блин, да все показывает, что сейчас наверх пойдет. Блин, нет, нет, вот я не нарушаю. Все, я вам показываю правильную торговлю. Так, с money management вы поняли. Если это 100 долларов, то каждая ваша сделка – это примерно 2-3 доллара. То есть первая ступень – это 2-3 доллара. Там, соответственно, если это 1000 долларов, 5000 – 10. Можете сами все рассчитывать и сами все предполагать. Блин. Но похвалите меня, я держусь и не открываю никаких сделок. Еще целых 10 секунд, и за эти 10 секунд очень много может поменяться. То есть может быть просто такой плевочек вниз. Если его не будет, я просто откроюсь наверх. Ай-яй-яй. Я открываюсь на повышение. Вот. Но плевочек-то был. И пошло, и пошло, да. Давай теперь развернись и пойди вниз. Вот. И даже сейчас цена вот ушла немножечко не в мою сторону, а у меня чешутся руки еще нафигачить догонов. То есть мне хочется еще, еще, еще открыть сделок. Такого делать нельзя. Вы можете открывать там дополнительные сделки, но для того, чтобы вот здесь открыть догон, цена, например, должна спуститься, ну хотя даже не до этого уровня, а мы посмотрим минутный таймфрейм, должна быть какая-то причина. У меня вот сейчас есть причина, чтобы на пару минут вниз открыться. То есть смотрите, у меня сейчас 2 противоположные абсолютные сделки, причем вот эту сделку я открыла против своего анализа и на третьей ступени. То есть если у меня вот эта третья ступень заходит в минус, то мне придется просто возвращаться к первой. Правда, видос тогда у меня затянется, потому что мне придется час-два торговать сидеть. Но тем не менее, здесь я увидела, что так, скорее всего, в ближайшие 2 минуты будет вот такой вот скачочек вниз. Есть вероятность, что сейчас как раз вот будет обратный импульс. То есть мы смотрим всегда на прошлые ситуации. Рынок, эта штука цикличная, я вам буду всегда это повторять. И посмотрите, если бы я сейчас открыла здесь догон, там здесь догон, кстати, вот здесь уровень, и здесь в принципе в теории может быть небольшой отскок, но как мы видим, цена очень стремительно идет вниз. Вот. И я не стала открывать догон вверх. Я увидела, что цена не пошла пробивать. Если это пробитие, это должно быть стремительно. Если это пробитие... А, вот импульс, кстати, пошел, как я и говорила. Вот. Далее. За основу вы должны брать уровни. Уровни, они есть всегда и везде. Вы можете даже не заморачиваться с остальным теханализом, вы можете даже не изучать там всякие фигуры и так далее. Для того, чтобы вам просто стабильно зарабатывать, вам достаточно знать уровни. Вы просто находите горизонтальные уровни, если вам непонятно, как они себя ведут и так далее и тому подобное, просто вам нужно наработать этот навык. Так же я хочу на 5 минут уже первой ступенью открыться на понижение. Почему первая ступень? Независимо от того, опять же, как зайдет вот эта сделка, я обязана открыться первой ступенью. Потому что по мани-менеджменту, если я хочу стабильно заработать, я не имею права открываться выше, чем третья ступень. И вот здесь вот опять я увидела вот эту вот формацию и поняла, что, скорее всего, цена не пойдет пробивать. Если пойдет, ну, хорошо, делай ее. С учетом того, что у меня сейчас первая ступень, это не так страшно. В это же время, пока идет сделка, я могу посмотреть еще другие ситуации. Опять же, если вы новичок, если вы начинающий трейдер, так скажем, вы должны сидеть и наблюдать, как ведет себя цена. Я таких ситуаций уже видела миллион, поэтому мне не обязательно. Но вы должны понимать, что каждое движение, каждая свеча, каждый вот этот милипипсик для вас важен. Вы должны понимать, почему цена так двигается. Так, на OTC случайно зашли? Открываете актив, просматриваете разные таймфреймы. Ищите просто уровни. Все, ничего вам кроме этого не надо и ничего кроме этого вам так не будет показывать результат, как уровни. Например, вот здесь 5 минут вниз. Первую ступень. Почему здесь 5 минут вниз? Смотрите, у нас есть вот такой вот уровень и в целом вообще зона поддержки. У нас есть касание раз, у нас есть касание два. Сейчас цена по всей логике должна коснуться третий раз этого уровня. Опять же, если брать там со стороны теханализа, это очень неправильно. Если брать со стороны моего стиля торговли, я всегда смотрю на цикличность рынка. То есть меня цикличность рынка очень как бы выручает. Знаете, есть правило, как надо, и есть правило, как, например, я делаю и зарабатываю. Когда я делаю какие-то крутейшие разгоны, я вам говорю, не повторяйте, не делайте. Когда я вам показываю подобное, я говорю, блин, это круто, это работает, это абсолютно не по правилам рынка. Вот там сделка открытая в середине ценового коридора, с учетом того, что цена не коснулась там уровня. Я должна туда пойти. Да, я так торгую, да, мне приносит это прибыль, почему бы нет? Я, кстати, даже не помню, с какого депозита я начинала, но мне кажется, что, в принципе, среднюю какую-то норму человеческую я выполнила. Даже, смотрите, если ваш депозит в 1000 долларов, в день вы можете делать 100 долларов. У нас 5 торговых, нормально торговых, адекватно торговых дней в неделю, то есть 500 долларов в неделю. 2000 долларов в месяц вы можете зарабатывать с депозитом в 1000, понимаете? 2000 долларов в месяц можно зарабатывать и с депозитом в 50 долларов и так далее. Но это посложнее и, в принципе, по парам-пам. Здесь девочка у нас зашла в минус и морально тяжелее. То есть вот с таким депом вы можете прям спокойненько, на лайте торговать, там брать ноутбук, садиться в кафе, пару часов в день, в принципе, это будет занимать. И вот здесь, кстати, мне можно сейчас открыть вторую ступеньку, потому что у меня первая зашла в минус. То есть ту сделку я не считаю, я считаю обычно в голове по каким-то активам. Я думаю, что это в любом случае будет заключительная сделка, потому что мне уже нужно бежать. И тем более уже становится темно и не такой прикольный фон. Смотрите, почему я здесь открылась на повышение. Опять же, у нас есть вот эта вот горизонтальная зона сопротивления. И вот здесь вот можно наблюдать, что, в принципе, цена пытается пробить. Если раньше это были тени, если раньше это были вот такие мимолетные, так скажем, скачки, то сейчас уже достаточно долго цена здесь находится. Да, это не гарант. И, естественно, пробитие это достаточно сложная тема. И первоначально я вам, конечно, рекомендую разобраться с отскоками от уровня. А потом, когда вы будете уже торговать по отскокам, вы уже будете примерно понимать, когда цена хочет пробить уровень, когда она этого делать не собирается. То есть это, опять же, все. И здесь все. Шокардос. Ага, я здесь косякнула. Я открыла сделку на 5-минутном таймфрейме. Вот сейчас я вижу, что цена опять выходит за пределы и сразу идет импульс вниз. То есть мне здесь хочется открыться на понижение. Но, опять же, для того, чтобы это сделать на третьей ступени, нужно найти более уверенную ситуацию. Нашла. Просто, понимаете, суета опять какая-то, отвлекаясь на телефон. Она такая, все, я буду останавливаться. Вот, вы, в принципе, в прямом, так скажем, включении можете наблюдать за моими ошибками, которые такие... Так, у нас еще 20 секунд, давай. Я верю. Тот момент, когда одна сделка открыта на повышение, другая на понижение. И цена просто закрывается вот в этом коридорчике. Короче, просто, чтобы не портить себе настроение. Но то, что в конце вы можете уже не учитывать. Просто вы будете знать, что это все возникает опять из-за того, что я нарушаю какие-то правила. Ой. Это что за дичь? У меня сейчас будет истерический смех просто. Я даже не знаю, сейчас выкладывать мне это видео или нет, потому что опять у меня в конце получается неправильная торговля. Но, честно, у меня сейчас нет ни настроения, ни времени, чтобы пытаться как-то отбить там этот минус. И, блин. Я устал, босс. Я имею в виду пытаться отбить этот минус вот по правилам, которые я вам говорю. Я вообще сейчас не очень мне нравится торговать на бинарках, но почему-то большинство аудитории очень нравится, когда я торгую на бинарках. Короче, ребят, так торговать нельзя. Вот такая торговля однозначно приведет к сливу. Все, я даже тут ничего говорить не буду, я все сказала, что хотела. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, ставьте огромный палец вверх, жмите подписаться на канал. Всем хорошее настроение, всем огромного профита, всем пока. Продолжение следует...